Добрый день, уважаемые участники. Я надеюсь, меня и видно, и слышно хорошо. Тема у нас сегодня интересная, необычная. Социальные сети в помощь педагогу и библиотекарю так условно и назвала. Правда, сейчас уже поняла, что немножко выйду за рамки этой темы, может быть, немножко пошире возьму обзор. Говорить об этом можно, конечно, долго и бесконечно, ни один вебинар посвятить. Поэтому я надеюсь, что и в чате у вас будут какие-то идеи, предложения по поводу работы с социальными сетями. Может быть, вы уже работаете в социальных сетях, может быть, только делаете первые шаги. Может быть, дадите какие-то полезные советы своего собственного личного опыта по ходу нашего вебинара. Все это будет только приветствоваться. Итак, ну давайте начнем вообще с понятия социальных сетей. Для нас, лично для меня, первая ассоциация социальной сети – это группы ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Может быть, потом начну припоминать Инстаграм, ТикТок и что-то такое. На самом деле социальные сети или социальные медиа, их так более обширно называют. Это достаточно такая разветвленная система, совокупность интернет-площадок, которые позволяют пользователям общаться между собой. Разными способами общаться. Это общение может принимать разные формы. Может быть, все пишут, что у нас звук пропал. У всех ли пропал звук? Напишите, пожалуйста, в чате, у кого звук нет, или мигните огонечком, что звук работает. А то как-то так неудобно. Ага, все хорошо, звук есть. Хорошо, отлично. 20 огоньков, значит, все-таки звук работает. Все правильно. Возвращаюсь обратно. Итак, социальные медиа или социальные сети, они прежде всего были созданы для общения пользователей. Пользователи не только общались между собой, но и делились своим контентом. Видео, аудио, фотографии, тексты, ссылки, какие-то рекомендации и тому подобное. Поэтому существует большое количество различных медиа систем, в которых наверняка вы где-то зарегистрированы, а может быть, даже ни на одной платформе работаете. Вот вкратце основной такой списочек, не полный, конечно, но в основном вот так они выглядят, социальные сети. Прежде всего, это сети для общения, которые у нас на слуху. Три основных. Это фейсбук, контакте, одноклассники. Сети для обмена медиа контентом. Как правило, это видео и фотографии. Это ютуб, инстаграм и тикток. Такая сеть социальная, хотя ее пытаются отдельно от социальных сетей позиционировать блоги, микроблоги, это сети для создания авторских записей, тексты с медиа-включениями фотографий, видеоролики, которые внедрены в тексты. Здесь на первый план выходят текстовые сообщения, причем достаточно большие по объему. Это и блогер, это и живой журнал, и Яндекс.Дзен. И плюс еще такие сети, которые позволяют заниматься микроблогингом, то есть там ограниченное количество текста, это Твиттер и Телеграм. Ну и есть еще социальные сети, которые позволяют собирать контент, курировать контент. Это больше для профессиональной работы, хотя можно там и общаться, тоже оставлять комментарии. Это сети, в которых вы собираете какие-то полезные материалы, информацию, делитесь с пользователями, в свою очередь можете подписываться на коллекции других пользователей, таким образом получать доступ к контенту по интересующей вас теме. Ну вот вкратце такой небольшой обзор всех социальных медиа. Я понемножку обо всем поговорю, о чем-то более подробно расскажу уже так, на основе своего личного опыта. Ну давайте отправимся дальше. Перед тем, как что-то выбрать для своей работы, мы стоим перед дилеммой, какую социальную сеть выбрать и как ее можно использовать. Кроме площадки для общения с учениками, с читателями, вы можете использовать социальные сети как площадки для профессионального саморазвития, подписаться на какие-то интересующие вас группы, по вашей тематике следить, комментировать, размещать там свои публикации. Социальные сети можно использовать как площадки для дистанционного обучения, очень хорошо, для проведения разных конкурсов, викторин и сетевых акций. Вот об этом более подробно на втором вебинаре, который будет в конце июня. Их можно использовать как площадки для размещения медиа-контента, то есть размещать там тексты, фотографии, видео. Ну и наконец, библиотеки сейчас используют интернет-сети как площадки для оказания услуг. То есть виртуальный библиограф помогает искать книги, выполняет справки, можно продлевать литературу. Таким образом, вот еще виртуальная служба получается в социальных сетях. Это не полный список, может быть, вы что-то еще свое добавите. Давайте посмотрим, как все это работает. Начнем с социальных сетей для общения. Это вот наши известные ВКонтакте, Фейсбуке и тому подобное. Начнем с Фейсбука. На мой взгляд, лично мой, можно с ним соглашаться, может, нет. Но, на мой взгляд, самая интересная площадка для профессионального роста, для профессионального развития – это Фейсбук. Здесь большое количество различных профессиональных сообществ и для учителей, и для библиотекарей. Можно подписаться, получать актуальную интересную информацию, делиться своим опытом, задавать вопросы, общаться с коллегами, вот то, чего часто не хватает. Все это предоставляет Фейсбук. Вот у меня на слайде списочек некоторых групп, самых разнообразных, и для библиотекарей, и для учителей. Я пару ссылок отправлю в чат, а все остальные у вас будут в презентации, если вы ее скачаете, чтобы время ваше не занимать. Ну, вот первая ссылка – это сеть творческих учителей. Ну, интересная информация не только для учителей, но и для библиотекарей. Много интересного можно почерпнуть. Вторая ссылка – это уже больше библиотечная, это сообщество «Современная библиотека». Еще одно интересное сообщество – Вики Сипериада, которое занимается сетевыми проектами для библиотекарей и для учителей. Ну, и вот четвертая ссылка из того, что у меня подготовлено было. Это моя группа, которую я веду, которой я являюсь администратором и КТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Вот несколько, тут еще больше у меня на слайде. Если необходима информация, можно скачать презентацию, все ссылки активно. Библиотеки тоже создают свои представительства на Фейсбуке. Ну, вот, например, ссылочка на библиотеку Шаховского. Одна из самых творческих библиотек для молодежи. Вот у них есть свое представительство на Фейсбуке. Можно тоже заглянуть, посмотреть, подписаться, может быть, поинтересоваться, как ведут коллеги публикации на Фейсбуке. На Фейсбуке тоже много представительств библиотечных, и учителя ведут свои какие-то представительства. Как можно создать группу, как в ней работать, если вы решили все-таки начать с Фейсбука. Если смотреть в массовом соотношении, аудитория Фейсбука, собственно говоря, не такая большая. Я имею в виду русский сегмент Рунет. Ну, вот, измерили в процентах. Она на третьем месте стоит после контакта и одноклассников. Но так или иначе, если мы хотим максимально охватить своих пользователей, мы можем создавать представителей сразу в нескольких социальных сетях, ВКонтакте и в Фейсбуке. Группа в Фейсбуке. Ну, во-первых, там присутствуют две роли – администратора и модератора. У администратора, тот, кто создает группу, выполняет основные задачи, максимальные функции, вплоть до удаления, переименования группы. А модератор помогает администратору, утверждает, отклоняет запросы на вступление и на публикации, блокирует участников, может удалять комментарии, выполняет вот такие вот модерирующие функции. Чем отличается, например, группа в Фейсбуке от контакта? Здесь нельзя писать от лица библиотеки, допустим, от лица группы, только от своего лица. Правда, публикация будет отображаться в ленте у всех подписчиков вашей группы. Для начала нужно выбрать тип группы. Есть группа общедоступная, есть группы закрытые, в которые вы можете приглашать участников, рассылая им приглашения или ссылки на вступление, чтобы они туда добавились. Ну, чаще всего, если это открытая группа, то общедоступная. Сейчас Фейсбук даже снял такое ограничение, например, мне как администратору перестали приходить уведомления о том, что участник вступает в группу. То есть сейчас уже более свободное вступление, необходимость одобрения отпадает. Правда, ее можно настроить уже вручную. У Фейсбука очень хорошая, удобная статистика. И здесь можно просмотреть, сколько пользователей ходит каждый день, узнать их пол, возраст, из каких они городов и стран, что они просматривают, какую информацию. И сколько прочитала сообщения, лайки, репосты, все это очень хорошо просматривается в статистику. Пожалуй, Фейсбук она наиболее подробная. Как выглядит пост в Фейсбуке? Ну, вот для начала, перед тем, как создаем, нам необходимо настроить группу перед публикацией первого поста. Что бы мне хотелось так, из личного опыта. Необходимо прописать правила группы. Это важная вещь, потому что по мере развития группы, так или иначе, будем сталкиваться с проблемами модерирования контента. Особенно, если у вас открыта стена и открытые публикации, так или иначе, вам нужно создать правила группы для тех, кто собирается здесь публиковать свои материалы. Что можно публиковать, какие материалы, в каком объеме. То есть, вот это в правилах группы надо прописать. И обязательно, вот именно для Фейсбука, нужно прописать проблемы с рекламой. Вы столкнетесь с тем, если будете администрировать группу в Фейсбуке, по крайней мере, я столкнулась очень остро с этой проблемой, с проблемой рекламных публикаций. Огромное количество в Фейсбуке рекламных материалов, причем участники вступают в группу, только исключительно того, чтобы разместить там свою рекламную публикацию. Ну и на этом все. Поэтому вот приходится, опять-таки, в правилах группы прописать эти проблемы. Нужны ли вам в группе реклама, платная реклама, приглашение на платные мероприятия, если это все нужно или наоборот не нужно. Все это описывается в правилах группы. Дополнительные настройки вы можете посмотреть сейчас на слайде. В основном на конфиденциальность, обращая внимание, чтобы группа была общедоступна. Ну и местоположение и все остальное уже по ходу вы можете добавлять, исправлять и редактировать. Изначально адрес у группы будет в виде вот таких вот циферок. Можно придумать свое собственное имя для группы. И вот после косой вместо этих цифр, чтобы появилось название группы, латиницей, нужно и это отредактировать. Ну, дальше переходим к созданию постов. Посты создаются достаточно просто. Нажимаем на поле, открывается текстовый редактор, набираем текст, добавляем туда гиперссылки. Дополнительно можно прикреплять фотографии, видеоролики, отмечать людей в этой публикации, отмечать геотегами локацию. Публикацию, собственно говоря, даже настроение можно придумать. Все точно так же работает, как и на вашей личной страничке в Фейсбуке. Дополнительно к каждой публикации можно придумать тему. Можно писать по старинке хэштеги, они тоже здесь присутствуют. Но можно по-новому, как сейчас Фейсбук рекомендует, добавлять темы к публикациям. К одной публикации можно до пяти тем прибавить. Но это те же самые хэштеги, которые позволяют быстрее искать информацию в группе. Вообще в группе можно искать информацию. Есть окошечко для поиска специальный. Даже если публикации не помечены хэштегами, по ключевым словам здесь очень неплохой поиск внутри Фейсбука. Дополнительно к каждой публикации. Можно отключать комментарии, можно ограничивать частоту этих комментариев. То есть здесь такие настройки достаточно подробные. После того, как вы все отредактировали, нажимаем «Сохранить», «Опубликовать» и пост появляется в группе. Таким образом происходит публикация. Повторюсь, что публикация идет от своего лица, но все новости видят ваши подписчики в своей ленте. Далее. Что еще может быть на Фейсбуке? Фейсбук предлагает возможности вести онлайн-трансляции. Трансляции можно вести со своей веб-камеры. Можно со смартфона. Дополнительная возможность здесь появилась. Можно показывать экран. То есть, например, свой рабочий стол. Вы можете вести практически онлайн какие-то занятия, уроки, курсы, демонстрируя свой рабочий стол. Там, например, показывая презентацию своего рабочего стола. Ну вот окошечко для трансляции выглядит следующим образом. Мы в обычном посте нажимаем на кнопку «Прямой эфир». Открывается окошко настройки. Мы выбираем веб-камеру или показ рабочего стола, например. Подключаем микрофон и после этого нажимаем на кнопку «Выйти в эфир». Таким образом, ваши пользователи получат в своей ленте новостей о том, что идет прямая трансляция. И могут ее открыть и просматривать вместе с вами. Таким образом, это работает. Единственное, что все эти прямые трансляции, они будут опубликованы у вас на Фейсбуке и в ленте новостей. И по мере того, как появятся новые и новые поста, они будут уезжать немножко вниз. Поэтому их немножко сложнее будет найти, как если бы вы ввели трансляцию на Ютубе. Но так или иначе, тоже очень хорошие инструменты можно использовать в работе. Ну, это вот отдельный слайд про боли администратора. Я уже немножко начала об этом говорить. Дело в том, что здесь есть опция такая на Фейсбуке, которая называется «Предварительная модерация». Администраторы спорят, нужна ли она, поскольку группы создаются для общения, и хотелось бы, чтобы пользователи более так интересные общались между собой. Но, к сожалению, как только ваша группа перевалит примерно за число 3000 участников, вы столкнетесь с проблемой рекламных постов, ботов, которые будут постить информацию, не относящуюся к группе, и разные нетематические публикации. Я долго сопротивлялась предварительной модерации, но в итоге в своей собственной группе ее ввела, потому что я захлебнулась просто в потоке нетематических публикаций, касающихся хореографии, огородничества, выращивания растений, ну и боты тоже меня немножко подпортили жизнь. Поэтому есть такая опция на Фейсбуке «Предварительная модерация», то есть все публикации, которые оставляют пользователи, вы одобряете, только после этого они появляются на страничке группы. Это все настраивается, все это делается через настройки публикации. Есть в самом Фейсбуке хорошая справочная служба, где пошагово описывается все действия. Фейсбук постоянно что-то меняет. Интерфейс поменялся, например, прямой трансляции, сами посты немножко поменялись, интерфейс немножко изменился. В общем, все-все-все самое современное в справке в Фейсбуке, плюс еще я прикрепила тут небольшую инструкцию по работе с Фейсбуком. Что касается контакта. Что здесь? Тоже хорошее и удобное приложение. Чаще всего библиотека выходит в контакт именно как в основную свою группу. Для начала выбираем, что мы будем создавать. Здесь есть возможность создавать группы, здесь возможность есть создавать странички. Ну, чаще всего самое распространенное, что создает библиотекарь, это группа ВКонтакте. Выбираем ее тему. Либо это будет тематическое сообщество, либо группа по интересам. Может быть, вы представляете организацию. Тогда выбираем бренд или организацию. И после этого начинаем уже настраивать и создавать контент. Прикрепляем, загружаем обложку, выбираем тематику группы, выбираем тип группы. Есть группа открытые, есть закрытые и есть частные. Ну, открытая группа – это группа открытая для всех участников, в том числе могут просматривать материалы даже пользователи, которые не зарегистрированы ВКонтакте. Если они через поиск нашли ваши материалы, в открытой группе они могут совершенно спокойно их посмотреть. Если группа у нас закрытая, то она в поиске присутствует, присутствует, но чтобы в нее попасть, вам нужно подать заявку, и администратор, модератор ее должен одобрить. Ну, и, наконец, здесь частные группы, которые не отображаются в поиске. Это по приглашению туда добавляются. Чаще всего в виде частных групп создаются группы классов в школах, где добавляются только ученики и родители этого класса, и между собой такие клубы по общению организуют. Что еще дает ВКонтакт? Вы настраиваете, загружаете обложку. Дополнительно можно придумать название своей группы, то есть вместо 5 цифрок придумать свое собственное личное имя, чтобы было удобнее искать эту группу и ВКонтакте в любом поиске. Дополнительно к группе можно прикреплять приложения. Сейчас доступно около 20 разных приложений, я немножко попозже расскажу о некоторых. Это дополнительные какие-то функции, которые позволяют расширить возможности группы. Например, это могут быть афиши, отзывы, рассылки, продажа билетов на мероприятия и многое-многое другое. Далее. Здесь есть возможность тоже вести прямые трансляции для участников группы. Правда, для этого нужно установить приложение, которое называется ВК-лайф. Кроме того, группа, опять-таки, дает возможность для статистики. Подробная статистика, если у вас в группе более 5000 участников, или если менее, то базовая статистика. По охвату, по читателям, просмотру постов, комментариям и тому подобное. В общем, даже базовой статистики вполне хватает для того, чтобы администрировать группу и делать какие-то определенные выводы. Есть возможность создать страницу, она же по-другому называется паблик. Группа больше всего подходит для дискуссии, для обитенения по интересам. В любой момент вы можете сделать закрытой или частной. Можно приглашать своих друзей, и все участники тоже могут приглашать своих друзей. Это удобно, если вы хотите общения, обратной связи. Публичная страница, она более удобна для публикации новостей от лица компании, от лица какого-то известного человека. В публичную страницу нельзя приглашать друзей. Ни вы не сможете, ни ваши участники тоже не смогут сюда приглашать. Поэтому выбираем тот вариант, который нравится, но чаще всего библиотеки останавливаются на группах. Вы можете, если вы не оправдали ваши надежды, допустим, страницу переделать в группу, и группу в страницу, это тоже возможно. Следующий вопрос, который возникает после того, как группа создана, а, собственно говоря, что можно публиковать в группе библиотеки или в группе своего учебного заведения, если вы таковую создали. Ну, вот основной список, который чаще всего традиционно можно увидеть в группах разных библиотек. Фотографии, видео, с мероприятий или с каких-то других важных событий, отражающих какие-то важные события группы. Календарь событий, афиши, мероприятия, ссылки, естественно, на сайты, на блоги, все контакты библиотеки, часы работы. Может быть, путеводитель по библиотеке, знакомство с отделами, если она крупная, большая. Онлайн-опросы пользователей относительно услуга, относительно контента в группе, информация о новых поступлениях и разные полезные ссылки на базы данных, на электронные ресурсы библиотеки. Ну, вот так вот основной перечень информации. Плюс-минус сюда что-то еще можно свое добавить, но в основе своей, когда создается группа, вот какая-то из этой информации наверняка здесь размещается. Тот же самый списочек есть и для преподавательской группы. Но, опять-таки, если у вас группа закрытая, частная, то вы здесь более свободны в размещении, например, фотографий своего класса, каких-то видеороликов, опять-таки, и календарь событий, и ссылки на разные полезные ресурсы, в том числе на сайт библиотеки. Объявления, естественно, какая-то важная срочная информация. Учебные материалы, опросы, полезная информация, по теме, игры-викторины, поскольку это для молодежи, для детей создается. Ну, и, опять-таки, разные полезные ссылки на учебные ресурсы. Тоже такой небольшой минимум, на который стоит обратить внимание. А вообще, если смотреть на посты, как они создаются, сравнивать с Фейсбуком, то, в принципе, функционал в чем-то похож. Пост выглядит следующим образом. Текст какой-то небольшой, к тексту можно добавить гиперссылки, ну, и дополнительно через кнопочки добавляем фотографии, видеоролики, аудио, все это размещено ВКонтакте. Видео можно добавить с Ютуба, например, по ссылке. Кроме того, через кнопку «Еще» мы можем добавить, прикрепить файлы, карту, граффити, опрос, ну, и товар. Если у вас каким-то образом размещены товары в вашей группе, то можно и товар прикрепить сюда. Ну, чтобы не быть голословной, я сейчас немножко отвлекусь в чат, добавлю несколько ссылок на разные группы. Вы без труда можете найти огромное количество библиотечных групп на просторах ВКонтакте. Можно зайти в любую группу, которая вам приглянулась, и посмотреть для себя лично какие-то интересные идеи, может быть, подчеркнуть. Возможно, какой-то материал вам покажется интересным, вы захотите что-то подобное устроить у себя в группе. Последняя ссылка – это на группу, которую я веду, администрирую ВКонтакте. Группа «Мурманика» называется, как раз вот скрины из этой группы. Сейчас демонстрирую. Кроме постов, мне еще очень нравится, здесь такая опция называется «Статья». Создается она опять-таки через поле для создания публикации, только нажимаем на значок с выплывающим значком «Статья». Здесь можно публиковать большие распространенные, разветвленные публикации и добавлять в них фотографии, аудио, видео, опросы, товары. Все практически то же самое, что и к обычному посту, только сама публикация достаточно длинная и больше напоминает действительно статью, такой лонгрид. Очень полезная вещь, она довольно симпатично, во-первых, смотрится, и сюда можно много материала добавить. Чаще всего такие вот статьи, такие посты создаются для того, чтобы, например, обзоры книг создавать, какие-то длинные публикации по теме с большим количеством материала. Вот для этого пригодится такая статья, потому что длинный пост ВКонтакте, он обрезается, и не сразу его видно, а статья, она очень красиво смотрится, ведь такой плашки, которая открывается, и можно их очень внимательно уже прочитывать. Что еще интересного? Я уже говорила о том, что ВКонтакте помогает, добавляли к группе еще разные приложения. Они доступны в настройках. Выбираем вкладку «Приложения», открывается весь список. Около более 20, даже вот есть статья, которая называется «38 приложений ВКонтакте». Я ссылку на эту статью вам оставила в презентации. Там подробный рассказ практически обо всех приложениях, которые существуют. Понятно, что для библиотечной группы или для учебной группы в таком количестве приложения не нужны. В одной группе можно прикрепить до пяти приложений. Но некоторые из них, может быть, вам пригодятся в работе, может быть, понравится с ними работать, поэтому я несколько слов о них все-таки скажу. Вот в красной рамке я вынесла два приложения. Приложение «Рассылки» и приложение «Отзывы». «Рассылки» – это приложение, которое позволяет автоматически рассылать участникам группы какую-то информацию, полезную для них. Ну, а «Отзывы» помогает собрать все отзывы о вашем учреждении, о вашей библиотеке в одном месте и представить его в виде такого виджета, который будет на видном месте. Пользователи могут туда писать свои пожелания, предложения, отзывы и тому подобное. Как это работает? Открываем список приложений, выбираем то, что нам необходимо, нажимаем на кнопку «Добавить», ну и дальше переходим к настройке. Ну, приложение «Отзывы» очень простое. Оно просто устанавливается, а дальше пользователи могут открывать его. Вот таким образом выглядит. Можно прочитать предыдущие отзывы, и внизу кнопочка «Мои отзывы». Нажимаем на нее и оставляем свою рекомендацию. Это приложение довольно простое, и если необходимо, можно его добавить. Оно будет отображаться в меню вашей группы. Есть такая опция «Меню», там все приложения будут выложены. Оно будет на видном месте и всегда будет перед глазами. Дальше. Еще одно интересное приложение «Рассылки». Выглядит оно следующим образом. Устанавливаем его, оно появляется в меню. Ну, дальше теперь вы можете рассылать своим пользователям разные сообщения по теме. Открываем окно, создаем первую рассылку, вводим название, описание и сообщение. Это основной текст публикации, который вы хотите донести до пользователей. Можно прикрепить картинку, если необходимо. Сохраняем и отправляем. Теперь эта рассылка придет всем участникам, которые у вас подписаны в группе. Ну, вот как она выглядит с правой стороны окошечка. Я была подписана одно время на рассылку ЕГЭОГЭ. Ну, вот периодически раз в неделю у меня приходили вот такие интересные рассылки. Здесь, как вы видите, основная информация какая-то, полезная ссылка и описание. Ну, в частности, это приглашали на мероприятия. Рассылки – это хорошая штука. Например, приглашать на мероприятия можно в библиотеке. Какая-то действительно интересная стоящая информация. Главное тут с рассылками не переборщить. Вот я почему отписалась от этой группы, потому что рассылок стало в один момент очень много. Они приходили чуть ли не каждый день и по нескольку раз. Это было тяжело, они загромождали весь мессенджер, а все эти рассылки будут отображаться как сообщения в вашем мессенджере. То есть вы открываете ваше сообщение, видите, там 15 сообщений, и все это рассылки. Это, конечно, начинает нервировать. Поэтому, на мой взгляд, с рассылками надо быть поосторожнее. Действительно, что-то стоящее в них создавать и рассылать пользователям. Но инструмент, повторюсь, довольно удобный. Я проводила когда-то вебинары по социальным сетям. У меня был вопрос, один из участников спросил, а можно ли оказывать платные услуги через группу ВКонтакте. В принципе, теоретически это можно сделать. Правда, тут немножко будет сложновато. Поскольку платные услуги завязаны на продажу, на покупку. Это бумажная такая работа. Много бюрократии с этим связано. Но есть такое приложение, называется «Билеты на Таймпэд». Это приложение, которое позволяет вам связаться с платформой Таймпэд. Она занимается продажей билетов на мероприятия. То есть, если вы проводите какие-то платные мастер-классы, например, в библиотеке, и хотите продавать билеты через группу ВКонтакте, можно попробовать это сделать через приложение Таймпэд. Опять-таки, в настройках мы его находим, нажимаем «Добавить». А дальше будет небольшая такая настройка. Я уже не стала все скриншотить. Вкратце расскажу, как там все будет происходить. Вы попадаете на платформу Таймпэд, на ней регистрируетесь. Далее нужно заключить договор с Таймпэдом, что он от вашего лица будет заниматься куплей-продажей. Там нужны официальные координаты. То есть, вы как представитель официальной организации библиотеки, исключаете договор. Ничего подписывать не надо, все в автоматизированном режиме, но это займет какое-то время. Далее, после того, как вы договор заключили, вы можете начинать создавать уже, вот точно так же, как рассылку мы создавали. Примерно такие же поля будут и для создания мероприятия. Создаете мероприятие на платформе Таймпэд, оно у вас, получаете на него ссылку, и оно у вас отображается в приложении теперь. Теперь у вас в меню будет, например, такая кнопочка «Купить билет на мероприятие» или так, как вы ее назовете, допустим, «Продажа билетов» или что за другое. Участник нажимает на эту кнопочку, открывается вот такое поле, и он попадает через платформу Таймпэд на вот такое вот меню. Здесь написана стоимость билета, он выбирает количество билетов, свою фамилию, имя, имейл, если это необходимо, вводит. Ну и дальше оплачивает через онлайн-сервисы. Все, он получает билет, вы получаете информацию о том, что у вас билет куплен на это мероприятие. Вот таким образом можно оказывать небольшие платные услуги, продавать билеты на мероприятие. Таким образом. Правда, немножко сложновато, но можно попробовать, возможно, вам понравится такое приложение. Обо всех остальных 30 приложениях уже рассказывать не буду, там есть много интересного, например, афишу можно отдельно делать как приложение, забивать туда список своих мероприятий, и еще много всего интересного можно с помощью приложений посмотреть. Так что, если интересует ссылка в самой презентации, можете почитать, посмотреть о каждом приложении более подробно. Единственное, что часть приложений может быть платная, поэтому очень внимательно читаем описание перед тем, как устанавливать, и смотрим на это. Далее. Следующий вопрос после того, как мы все установили, мы все настроили, где, собственно говоря, брать читателей. Первым делом, конечно же, мы берем их среди своих друзей. Если у нас группа ВКонтакте, у нас с правой стороны появляются вот такие вот поля «Рассказать друзьям и пригласить друзей». Через эти две кнопки вы можете рассылать приглашение и рассказывать друзьям о существовании вашей группы. Если, например, вы нажмете на кнопку «Рассказать друзьям», то получите окошко с полем, в которое вписываете текст приглашения в группу, и этим приглашением вы можете делиться на своей стене, в сообществе или в личных сообщениях. Кнопочка «Пригласить друзей» открывает список всех ваших товарищей ВКонтакте и напротив каждого друга будет кнопочка «Пригласить». Просто нажимаем на кнопки, и этому другу придет в личных сообщениях приглашение вступить в группу автоматическое. В день таких приглашений можно рассылать до 20. Где еще брать подписчиков, когда друзья закончатся? Огромное количество разных методичек по работе ВКонтакте рассказывает о том, что нужно расширять круг своих друзей, рассылать приглашения в друзья, до 40 в день их можно рассылать, и как только они добавляются к вам в друзья, тут же их приглашать в группу. В общем, мне не очень нравится этот путь, хотя он тоже имеет право на существование, но просто увеличивать бесконечно свой список друзей ВКонтакте только для того, чтобы пополнять группу, как-то кажется мне немножко странно. Поэтому я лично для себя выбрала другой способ приглашения через личные сообщения. На мой взгляд, если лично обращаешься к человеку, пишешь ему какое-то такое небольшое сообщение с тубрыми словами, с приглашением, рекламируешь свою группу, возможно, они откликнутся. Ну вот чем я, собственно говоря, и занималась одно время. Рассылала личные приглашения, я выявила небольшую аудиторию свою потенциальную, на мой взгляд, которые, на мой взгляд, могли бы заинтересоваться краеведческой тематикой, поскольку группа у меня краеведческая. По поиску ВКонтакте можно отсортировать пользователей по месту жительства, например, и таким образом свое вот такое ядро собрать у потенциальных читателей и попробовать лично пообщаться с ними. Если у них открыты личные сообщения, можно попробовать рассылать личные приглашения. Вот такой вот пример удачного попадания. В день можно рассылать до 20 таких личных сообщений, начинать, то есть с 20 новых диалогов. Из 20 сообщений такая эффективность вступает в группу 7-8 человек. Собственно, на мой взгляд, неплохая цифра. Вот это пример сейчас на экране, пример удачного попадания, когда участник откликнулся. Более того, он посмотрел группу, она ему понравилась, он вступил и даже рассказал о том, что действительно это как раз то, что он хотел бы. Это приятно. Таких сообщений будет, естественно, немного, но они приятные, они помогают понять, что мы делаем что-то важное и интересное. Еще один вопрос, собственно говоря, а сколько постов в день публиковать? Здесь тоже такое интересное дело. На самом деле публикуем, если нам есть что сказать. Вот есть такая книга «Битва за подписчиков ВКонтакте» с провокационным названием. Там, например, вот такая циферка приводится. В день нужно публиковать от 1 до 20 постов. Слово 20 у меня вызвало 3 вопросительных знака, потому что, на мой взгляд, это многовато все-таки. С одной стороны, если публиковать раз в месяц, то ваши новости затеряются в ленте новостей, их никто не увидит, и нужно периодически напоминать вашим подписчикам о существовании вашей группы. Но, с другой стороны, когда лента полностью перегружена сообщениями из одной группы, их будет 20, это очень много, на мой взгляд. Тут каждый выбирает для себя. Если библиотека большая, то, наверное, имеет смысл не одно сообщение в день, а может быть несколько. Ну, а для небольшой библиотеки, для небольшого отдела достаточно одной публикации в день. Тут еще важно, вот на что обратить внимание. Не забываем, что контакт – это не рабочее время, то есть пользователи здесь и днем, и ночью, и в воскресенье, и в субботу тоже. То есть в нерабочие дни тоже придется публиковать, сделать какие-то публикации. Здесь есть возможность отложенного постинга, то есть вы можете заранее набросать несколько публикаций и расставить их и по времени, и по датам, чтобы вам было удобнее, и сразу закрыть проблему с постами. Как найти в социальных сетях подростков, чтобы пригласить их в группу? Ну, опять-таки, это через поиск делается. Нажимаете на поиск пользователей, выбираете там пол, мужское, женское место жительства. Допустим, если вы хотите только из своего города, выбираем свой город. Дальше там, по-моему, есть возраст участников, и вот по этим критериям и, собственно говоря, их ищем. Как еще можно найти подростков? Нужно прогуляться по группам подростковым. Но я считаю, что это не зазорно. Зайти в группы конкурентов и посмотреть, где, собственно говоря, тусовки подростковые. И, собственно говоря, и попробовать пригласить из этих групп к себе. Ну, это тоже, на мой взгляд, не возбраняется. Вы можете точно так же через личные сообщения их найти. Вот таким вторым путем. Посмотреть на конкурентов, посмотреть на их аудиторию и попробовать эту аудиторию тоже к себе пригласить. Тут главное, не нужно заходить в группы, которые полностью вас дублируют. Потому что две одинаковые группы вряд ли будут интересны. А вот как раз группы, в которых у вас есть какие-то пересечения, но не 100%. Допустим, как я искала, краеведческую аудиторию. То есть у нас краеведческих групп достаточно много в Мурманской области. Я выбирала группы, которые краеведческие, но немножко узкой специализации. Например, они только фотографиями занимаются. А вот можно пригласить, например, в нашу группу, поскольку у нас и тексты, и статьи. Возможно, пользователям будет это интересно. Ну, вот такой лайфхак. Так, может быть, пригодится. Еще один вопрос. А какие, собственно говоря, посты публиковать? Опять-таки, есть два, две точки зрения. Первая точка зрения, эти точки зрения притяживаются все развлекательные странички и паблики. Контент должен быть вирусным. Он должен цеплять, увлекать, привлекать. Поэтому в ход идет все. Картинки, мемы, какие-то смешные видосики, котики, собачки. В общем, вот такой контент. И второй вариант контента. Вы же все-таки представляете библиотеку, группу, поэтому контент должен быть именно вот такой, не наукообразный, но познавательный, я бы так сказала. То есть вот публиковать видосики, мемчики, это, конечно, здорово. Это можно даже каким-то образом лайки заполучить. Но все-таки здесь аналогия с библиотекой. Читатель идет в библиотеку за нужной ему информацией, хотелось бы эксклюзивной. Поэтому и группа ВКонтакте тоже должна предлагать такую эксклюзивную, необычную информацию, потому что мемы и видосики можно посмотреть и в других группах. А вот интересную статью, интересную публикацию, рассказы об интересной книге можно увидеть только в группе библиотеки. Ну, вот к подтверждению моих слов. Вот картинка с лисичкой, которая набирала 36 лайков, и интересный обзор о книгах, который она набрал 17 лайков. Здесь все-таки должна быть погуля, на мой взгляд, не за лайками, а вот именно за контентом. Если будет хороший контент, то читатель вступит в группу, даже без приглашения. Поэтому библиотеки должны, на мой взгляд, прежде всего опираться на уникальность контента, создавать его сами. Ну, это так, мысли вслух. Хорошо бы спросить у читателей, а, собственно говоря, что они хотят увидеть в группе. Вот такой опрос, это из моей группы, опять-таки. Можно набросать много вариантов. Вот, пожалуйста, интересный опрос, показательность, что оказывается им интересно читателям, интересна любая интересная информация. То есть вы можете ее представлять в любых форматах, лишь бы было интересно. То есть на самый первый план выходит какой-то интерес, необычность и увлекательность. Ну, если в «Тройке лидеров» посмотреть, как ни странно, рассказы об интересных книгах тоже привлекают внимание. Ну, и игры, викторины, фотозагадки. Само собой. Игровой контент никто не отменял. Контакт позволяет создавать и опросы, и игры, и фотозагадки публиковать. Так что здесь проблем тоже не возникает. Хорошо бы на первых порах придумать какие-нибудь рубрики, которые, ну, если не на постоянной основе, но периодически будут мелькать в ленте. То есть это могут быть, например, анонсы новых поступлений, анонсы мероприятий, какая-то знаменательная дата, может быть, все что угодно. Но тоже рубрики можно продумать и в них уж публиковаться. Да, читателям нравится краеведческая информация, совершенно с вами согласна. Дальше. Как только мы начинаем создавать уникальный контент, которого нет и ни у кого, может быть, вы сталкивались с этой проблемой, если вы администратор группы, как относиться к плагиату. Будьте готовы к тому, что ВКонтакте это сообщество как никакое, где очень много плагиата. К сожалению, 10% пользователей создают контент, 90% пользователей его распространяют. Иногда выдавая за свой собственный. Ну, вот пример нашей публикации вверху 3 марта и внизу 1 апреля. Один в один, до буковки, до циферки. Причем группа достаточно солидная, тем не менее. Ну, как к этому относиться, тут можно по-разному. Есть возможность и пожаловаться на контент. Если у вас что-то украли, вы очень дорожите. Есть такая галочка, вот если посмотреть на нижней публикации, она с правой стороны вверху, галочка вниз. Если ее нажать, там будет среди списка всего-всего-всего, последним будет написано «пожаловаться». Если мы нажмем на «пожаловаться», откроется список жалоб, на что можно жаловаться. В том числе самое последнее будет неоригинальный контент. Это так называемая «немезида», которая работает в «Контакте» и позволяет жаловаться на контент, который у вас утащили бессовестным образом. Единственное ограничение – жалобы принимаются в течение месяца. Если прошло больше месяца с момента плагиата, то уже пожаловаться не получится. Жалобы на репосты тоже не принимаются. Поэтому относиться, на мой взгляд, надо к этому философски. Я уже прошла все стадии отрицания, гнев, что там еще у нас по списку. В общем, принятие на данный момент. Я отношусь к этому совершенно спокойно и философски. Мне периодически читатели скидывают ссылки на какие-то публикации, которые дублируют наши, групповые. Есть такое высказание Евгения Патаракина. Не бойтесь, что украдут, бойтесь, что окажется никому не нужным. Вот этой философской мыслью я и руководствуюсь в процессе отношения к плагиату. Репост, в смысле, репост не приветствую. Если у нас репостят информацию, почему я совершенно спокойно? Просто мне не нравится, когда полностью берут весь текст, переписывают и выдают его за свой. Вот это мне не нравится. А репосты из группы, пожалуйста, совершенно не против в любом количестве. Что касается моих репостов в группе, из других групп контактных, я отношусь к этому очень осторожно. Репосты по минимуму. Я все-таки стремлюсь к уникальности. То есть лучше написать самому. Даже если вы нашли какую-то интересную информацию, можно в любом случае пересказать своими словами и разбавить своей информацией. Все-таки контент должен быть уникальным. Но это дело вкуса каждого администратора. Тут каждый решает сам для себя, как он работает. Все рекомендации по работе с группой предлагают создать контент-план публикаций. Для людей организованных, которые такие дотошные, можно создавать вот такие графики красивые, таблички, там, вписывать, план публикаций расписывать, в том числе, где информационные будут, где образовательные, где развлекательные. Это здорово. Контент-план. Он, правда, у меня не видит табличек, а видит просто списка. В начале месяца я набрасываю какие-то интересные идеи, там, по дням, по числам их распределяю. Но этот контент-план в любой момент может поменяться. Может появиться какая-то новая интересная информация, может быть, идея новая возникнет, может быть, уже старая идея показывается неактуальной, поэтому контент-план – это необходимость, но это не догма. То есть он может в любой момент поменяться. Где брать, собственно говоря, идеи? На первых порах за что берутся? Ну, чаще всего, особенно краеведческие группы, берут за основу календаря знаменательных дат. Это хорошая штука, на первых порах особенно она пригодится. Ну, правда, не надо превращать полностью, наверное, всю стену в календарь знаменательных дат, но периодически рассказывать о каких-то интересных событиях из истории. Ну, в частности, у меня группа краеведческая, поэтому так или иначе на 50% мы привязаны к этому календарю. Мы напоминаем о каких-то знаменательных краеведческих датах, образовании в Мурманской области, день рождения города. Но, мимо таких дат, конечно, нельзя не пройти. Известные краеведческие писатели, например, «Дни рождения». Поздравляем писателей-поэтов, которые у нас в группе находятся, местных авторов. Поэтому это тоже возможность напомнить о чем-то интересном. В том числе, например, рекламирует электронную библиотеку, связанную с определенными именами, с датами, опять-таки, с событиями. Идеи для постов можно брать из каких-то сиюминутных инфоповодов. Открытие памятника писателю, выход новой экранизации, какое-то литературное событие в городе. В общем, все-все-все это может быть поводом, инфоповодом, для того, чтобы написать пост. Интересные находки из фонда библиотеки. Например, сейчас очень популярны такие рубрики, как листы старые подшивки, по страницам забытых изданий. Вот такие вот вещи очень интересные, необычные, иногда интересная и неожиданная информация находится вот в таких материалах. Это тоже привлекает, это делает оригинальным контент, потому что вот такими вот редкими изданиями располагает только библиотека. И только библиотека имеет к ним доступ и может рекламировать их среди своих читателей. В общем, это вот три основных. Можно добавить еще много чего другого. Этот список можно добавить, можно по вдохновению писать посты. То есть какая-то интересная идея возникла, и она действительно оригинальная, неожиданная, то, пожалуйста, тоже это хорошая идея для поста. Поскольку группа у нас основана прежде всего на общении пользователям, надо быть готовым к тому, чтобы вот комментарии, и мы стараемся, чтобы были комментарии, вызвать отклик у читателей. Среди них будут, конечно, появляться и негативные. Это тоже такая тонкая грань, как относиться к негативным комментариям. Тут, на мой взгляд, нужно по принципу Карлсона спокойствие, только спокойствие. Комментарии разные могут быть. Это может быть обоснованное возмущение качеством услуги, то есть что-то не понравилось в библиотеке пользователю. Это может быть и необоснованный выплеск эмоций, просто у человека плохое настроение, и он решил каким-то образом отреагировать. Далее, это может быть негативная реакция на контент. Здесь может быть все что угодно. Грамматические ошибки, неправильное склонение, что там вы ошиблись с датой, что-то в общем, да все что угодно. Любая буква, любая запятая может вызвать негативную реакцию. Ну и, наконец, может быть просто какой-то специальный троллинг и провокация. То есть есть специальные люди, боты, тролли, которые ходят по группам и развлекаются таким образом. Как тут реагировать на это все? Если действительно возмущение обосновано, то тут, конечно, стоит принести свои извинения, урегулировать ситуацию, передать жалобу человеку, который работает с жалобами, либо решить эту проблему каким-то образом, помочь читателю, в общем, это урегулировать мирным способом. Если это необоснованный выплеск эмоций, тут уже смотрим по ситуации. Конечно, не нужно, нехорошее слово, прогибаться, но, в общем, пока синоним я не могу найти. В общем, тут надо с точки зрения логики и здравого смысла. Если это действительно просто выплеск эмоций, то мы с помощью логики убеждаем пользователя и, опять-таки, мирным путем это решаем. Тут последовательно и логично. Желательно, может быть, с какими-то ссылками, отсылками и тому подобное. Негативная реакция на контент. Тут опять смотрим по ситуации. Если мы действительно ошиблись, то исправляемся, извиняемся. Если вы точно уверены в источнике своей информации, вы можете провести ссылку на этот источник вплоть до страницы, до книги, откуда вы ее взяли. То есть тут, опять-таки, логика и последовательность. Самое главное. У меня было несколько таких казусов. Один из самых интересных. Меня обвинили в неправильном склонении существительного. И мне пришлось ссылаться на русскую грамматику. Постранично, постатейно. Поэтому тут придется быть готовым ко всему. Ну и троллинг и провокация. Тут уже либо игнорировать, либо банить. Таких пользователей в группе. Здесь уже мирное урегулирование. Просто не вступаем в конфликт. Не вступаем. Потому что троллю, собственно говоря, это и нужно. Поэтому либо игнорируем эти высказывания, либо удаляем и блокируем участника. Если он ведет себя совсем уж агрессивно. Ну и теперь уже давайте к технической стороне. Это так. Мысли вслух были. Собственно говоря, мы определились с контентом. Мы разработали контент-план. Начинаем создавать публикации. Естественно, публикации текстовые, но с изобразительными какими-то материалами. Это важно, потому что, как уже доказано, посты с картинками читаются лучше. Сервис, который позволяет создавать различные визуальные материалы в любом количестве и в очень большом формате. Тут более 20 разных форматов. Это сервис Canva. Я о нем уже несколько раз говорила. Сейчас я вам три ссылочки добавлю на самый разный контент из этого сервиса. Он позволяет создавать картинки, афиши. Сертификаты, логотипы, видеоролики, презентации, даже игры. Все это делается на основе шаблонов, поэтому происходит все очень быстро. Буквально несколько кликов. Здесь нет ограничения по количеству создаваемых публикаций. В бесплатном тарифе вы можете пользоваться только бесплатными шаблонами, но их тоже достаточно много, поэтому вы можете выбрать любой бесплатный и в нем работать. Внутри шаблона вы можете менять практически все оформление. Можно вообще начать с чистого листа, а можно взять шаблон и переделать его под свои задачи. Сервис на русском языке. Выбираем любой шаблон. Вот, например, у меня шаблон презентации. Вот такой вот. Вот, открываем его, смотрим, что у нас с левой стороны есть поле для добавления разных элементов. Поле шаблоны открывает весь список шаблонов, вы можете поменять его. Элементы – это как раз картинки, пиктограммки из самого сервиса, которые можно внутрь добавить. Кнопочка загрузки позволяет загружать свои элементы. Например, можно фотографии загрузить и даже видеоролики. Тексты. Ну, соответственно, это текстовое поле для того, чтобы добавить. Плюс дополнительная кнопочка «Еще» и «Еще» некоторые небольшие функции добавляет. Внимательно смотрим на шаблоны, на элементы. Платные помечены. Их вы можете, конечно, добавить, например, платную картинку, но она будет с водяным знаком, и потом вы не сможете скачать свой дизайн. Но даже бесплатного здесь вполне хватает. Я вот большую часть картинок для группы делаю именно здесь. С помощью этих шаблонов. Единственный недостаток, на мой взгляд, в этом сервисе – очень много времени приходится тратить на тексты. Стандартные тексты, те, к которым мы привыкли, вот такие простые рубленные, здесь найти просто. Но если мы хотим искать какие-то художественные, допустим, рукописные, больше похожие на вот такие вот витиеватые штучки, то тут придется повозиться, потому что они все шрифты поддерживают русскую кириллицу, к сожалению. Вот это вот недостаток. Правда, количество шрифтов здесь увеличивается, русскоязычных, но придется вот со шрифтами немножко с проблемами столкнуться. А так со всем остальным Кануа вообще справляется на отлично. Оно дает возможность контент здесь хранить до 1 гигабайта. Это достаточно большой объем для этого сервиса. Можно здесь создать очень много чего хорошего и интересного. Я вам презентацию отправила и игру, отправила и видео. Ну, картинку вы сейчас видите на экране. Готовый материал, например, презентацию, картинку можно скачать, а можно получить ссылку на этот материал, встроить на страницу сайта и блога через код. Так что в этом смысле сервис очень хороший, никаких водяных знаков на нем не будет. Его конкурент сервис Крэла. Он тоже переведен на русский язык и тоже очень симпатичный. У него большой плюс в том, что здесь очень много русских шрифтов, красивых, декоративных, наклонных, разных симпатичностей. Таких со шрифтами связано. Тут тоже много шаблонов. Он практически полностью Кану дублирует. То есть тут и для всех социальных сетей есть обложки для Ютуба, и обложки для Инстаграма, для Фейсбука, для чего угодно. Плюс делает презентации, картинки, все это тоже можно скачивать. Единственное, что он не дает ссылки и коды. Здесь только через скачивание. Вы скачаете, где-то опубликуете, таким образом работает. Еще один недостаток Крэла в том, что он дает ограничения на бесплатный аккаунт. В месяц здесь можно создавать и скачивать 10 разных материалов. Допустим, если вы одну картинку создали, ее скачали несколько раз, это считается за одну. Имеется в виду, что вы создали здесь 10 работ в месяц, и вот 10 вы можете только скачать. К сожалению, это маловато будет. Особенно если вы постоянно делаете публикации в группах, то это будет маловато. Ну, а сам сервис вполне симпатичный. Я вам две ссылочки в чат отправила. Это анимированные открытки. Интересная штучка. Здесь шаблоны довольно интересные. Интересные такие маленькие видеоролики. Они же гифки, которые можно публиковать в социальных сетях. Красиво и необычно. Вот у Канва пока такого нет. Еще у Крэла очень хорошие дизайны для публикации. Все-таки у Канва они немножко однообразные. Картинка слева, картинка справа. Они меняются. Там где-то квадратная картинка, где-то кругленькая. Но, в принципе, многие дизайны друг на друга похожи у Канва. У Крэла, на мой взгляд, более разнообразные. Шаблоны такие более разные. Можно что-то выбрать такое необычненькое. Вот за необычным я иду в Крэла. Ну, а стандартные обычные публикации стараюсь делать в Канве. Вот таким образом и работаем. Крэла изнутри выглядит примерно так же, как и Канва. Кнопок тут чуть больше, но смысл примерно такой же. Можно загружать свои фотографии и видеоролики, менять фон, менять шаблоны, брать из библиотеки элементов какие-то красивые картинки. Вот картинку с книжками, например, я нашла по поиску. Здесь больше бесплатного. Канва такая более платная. Здесь тоже есть платные шаблоны, но их чуть поменьше. Так что, в принципе, можно посмотреть и тут и другое. Я и там, и там зарегистрирована. И уже под задачи, под свои подбирать и там, и там. А шрифт, видите, какой симпатичненький получился. Русский язык поддерживает. Вот в Канве такого я не нашла. Что еще интересненького? Очень многие библиотечные группы любят публиковать красивые цитаты на фоне не менее красивых картинок. Ну, почему нет? Это как развлекательный контент, он же и познавательный, тоже приветствуется. Можно это делать вручную с помощью PowerPoint. Можно использовать специальные сервисы для этого. Парочку я сейчас вам покажу. Первый, самый простой, называется Квизио. Ссылка чуть ниже. Тут даже особенно ничего демонстрировать не надо. Берете текст, вбиваете его, выбираете картинку. Здесь есть ряд предложенных картинок, их довольно много. Есть вертикальные под мобильные устройства, есть горизонтальные. Выбираете картинку, сервис все сам вот так красиво все сделал. Остается только сохранить это все и скачать себе на компьютер. К сожалению, тут своих картинок не добавить, тут только из библиотеки можно что-то выбрать. Если мы хотим свои картинки делать, то можно выбрать вот этот сервис, сервис Pablo. Смысл примерно такой же. Здесь есть ряд уже своих красивых изображений, можно загрузить свое. Здесь более такая тонкая настройка. То есть вы можете самостоятельно отцентровать, выбрать шрифт, размер, как-то на слайде это все красиво разложить. В общем, здесь настроек чуть побольше будет. Ну, а принцип тот же самый. Цитату вписываем на фоне какого-то изображения. Сохраняем и скачиваем все на компьютер. Теперь можно в социальных сетях всем этим делиться. Продолжаем дальше про социальные сети. Отдельной строкой социальные сети для авторских записей. Тут я буду очень кратко, потому что у меня был уже отдельный вебинар, посвященный блогам. Там я более подробно об этом рассказываю. Сейчас просто обращу так по ходу внимания на некоторые интересные инструменты и необычности, которые я заметила. Ну, во-первых, одним из первых в этой нише был сервис Твиттер. Он до сих пор работает, до сих пор функционирует. Правда, что-то он уже не на слуху сейчас. Про него уже немножко подзабыли библиотекари. Одно время был очень популярен. Как правило, в Твиттере публиковали, допустим, материалы о мероприятиях, анонсы, фотографии с мероприятий, афиши. Ну, вот такой вот событийного характера. Твиттер предполагает небольшие микропосты до 280 знаков, к которым можно прикреплять еще контент, видеоролики и фотографии, ну и гиперссылки, конечно. Можно подписываться на Твиттер своей библиотеки, можно ввести там свой аккаунт, в новостях все это получать, делиться твитами, комментировать. Собственно говоря, такая небольшая сеть для общения. К сожалению, сейчас ее уже популярность пошла на спад, на мой взгляд. Сейчас мало кто из библиотек на своих сайтах говорит о Твиттере. Но так или иначе, до сих пор существуют каналы, до сих пор рабочие, я вам три ссылочки отправила, на каналы библиотечные, которые продолжают работать с Твиттером. Сейчас его обогнали по популярности, на мой взгляд, Инстаграм и Телеграм. Телеграм. Давайте поговорим о Телеграме. Телеграм вообще-то изначально для того создавался, чтобы общаться, как мессенджер. Чаще всего он общается. Вот я вам как раз последнюю ссылку отправила на Телеграм заранее. Ну и вот вторая ссылка тоже на Телеграм-каналы. Телеграм – программа, которая должна была заменить известный Вайбер, WhatsApp и даже Gmail, которая позволяла пересылать не только тексты, но и файлы разных форматов, картинки, документы и тому подобное. Многие зарегистрировались в этом сервисе. Приложение привязывается к номеру телефона. Там можно организовывать, ну общаться один на один, можно организовывать групповые чаты до 200 человек. Это вкратце основные параметры. Более того, в Телеграме стала возможность ввести свой канал. Сейчас это даже достаточно модно, создавать свои каналы в Телеграме. Вот, например, совсем недавно, 5 июня, появился новый Телеграм-канал. Ссылку я вам отправила в чат. Называется он «Цифровой библиотекарь», который как раз, вот на основе которого можно как раз посмотреть, как выглядит этот самый канал. Это одновекторный способ передачи информации. То есть здесь вы не сможете комментировать. Вы сможете только читать информацию, знакомиться с информацией, просматривать, принимать ее к сведению, переходить по ссылкам, которые здесь даны и тому подобное. То есть это такая вот односторонняя связь будет. Только администраторы к вам будут обращаться. Собственно говоря, создавать канал не так уж сложно. Есть инструкция по созданию. Если вам необходима вот такая вот новостная лента без обратной связи, то можно попробовать себя в Телеграме. Сейчас, я думаю, в библиотеках будут создаваться такие Телеграм-каналы. Вы можете подписываться на любимые каналы, следить за их новостями и таким образом быть в курсе всего-всего. Пока про Телеграм-каналы маловато информации. Надеюсь, со временем, если эта система будет развиваться, можно будет поговорить еще о разных других интересностях. Блоги. О блогах я уже говорила более подробно. Сейчас просто напомню несколько основных платформ для создания блогов. Все начиналось когда-то с живого журнала. Это была первая блогер-платформа, и до сих пор она функционирует и работает. Сейчас попробую сразу много ссылок отправить одним чатом. Надеюсь, они будут работать. Ссылки на библиотечные блоги в живом журнале, которые до сих пор работают. В чем прелесть живого журнала? В том, что здесь можно создавать статьи, к ним прикреплять разный контент, в том числе и социальных сетей, даже Инстаграм подключить сюда. Можно встраиваемые объекты внутри постов, добавлять видео, фотографии. Плюс к этому живой журнал еще на одну часть, на одну треть – это социальная сеть. То есть здесь можно дружить, собирать своих друзей, делиться с ними своими материалами, просматривать их ленту новостей. Плюс они могут комментировать ваше сообщение. То есть, по сути, это два в одном – и посты в блоге, и социальная сеть. Блогер. Другая платформа. Немножко по-другому здесь все устроено. В блогере тоже можно давать комментарии. Здесь нет такой функции, как друзья. Но можно комментировать посты. Вы создаете пост, читатели приходят вам комментировать. Причем комментировать могут все, не обязательно состоящие в блогере, не обязательно для этого подключаться. Любой читатель, найдя через поиск ваш блог, может оставить там свой комментарий, высказать свое мнение, предпочтение и так далее. Комментарии могут быть модерируемые, вы можете их одобрять. Можно свободно вообще общаться с пользователем. Таким образом настраивается общение. К сожалению, блоги сейчас не так популярны, потому что все-таки этот контент, длинный, большой контент, требует значительного времени для его создания. Это не просто картиночку сделать с цитатой, это действительно текст, который нужно проверять, обрабатывать, проверять и тому подобное. Пост выглядит следующим образом. Блогер, на мой взгляд, сейчас самая функциональная платформа, позволяет собирать не только текст, но и вообще все-все-все. Тексты, картинки, видеоролики, встраиваемые объекты, очень хорошее форматирование текста, разные шрифты, разные подзаголовки разного размера. Здесь есть функция отложенного постинга. В общем, до сих пор пользуются, до сих пор все нравится. Сервис абсолютно бесплатный, никаких ограничений нет. В LiveJournal, надо сказать, в журнале там есть несколько ограничений по количеству шаблонов. Там есть часть шаблонов платные. Блогеры, поскольку это детище Гугла, до сих пор абсолютно бесплатен. Более того, блогер позволяет создавать список своих любимых блогов и за ними следить. Если вам интересна информация, то вот как раз я в качестве документа загрузила список библиотечных блогов, на мой взгляд. Мой выбор, на который я подписана, который я периодически просматриваю, читаю. Так что, если вам интересна эта информация, есть списочек таких блогов, которые я создала, можно себе скачать. Может быть, какая-то информация вам будет полезной. Яндекс.Дзен. Это совсем молодая благоплатформа, на которой тоже стало модно, ну вот как Телеграм-каналы, так и Яндекс.Дзен. Сейчас Фейсбук периодически рекламу выдает. Не хотите ли вы создать в Яндекс.Дзене свой блог? Яндекс.Дзен – это вообще абсолютно максимально простой. Здесь не нужно ничего настраивать. Загрузил картинку, зарегистрировался, и у тебя уже есть свой канал. И ты можешь здесь уже публиковаться. Если в блогере нужно все настроить, красиво оформить, колоночки, там, размер шрифта выбрать, заголовок, подзаголовок, здесь просто дал название, и тут же можно писать. Сам пост выглядит вот так. Всего две кнопки. Текст, и, собственно говоря, можно картинку добавить, видео, и встраиваемый объект. Все. Вот с помощью этих тремя кнопок и обходишься. Поэтому Яндекс.Дзен, он еще можно и на мобильных устройствах с ним работать. И тут все для простоты пользователя. Так что, если нужно просто и быстро, то Яндекс.Дзен – это наш выбор. Здесь много разных интересных блогов. И для учителей, и для библиотекарей. Я, например, вам читающего кота-ученого в чат отправила, если интересно. На примере можно поискать еще другие. Подписываться, опять-таки, можно на свои каналы, их просматривать. Читать Яндекс.Дзен можно и без подписки Яндекс. То есть, если у вас нет аккаунта Яндекс, то ничего страшного. Несколько слов о, собственно говоря, благотворчестве, как пишутся тексты и на что стоит обратить внимание. Ну, опять-таки, это вся информация взята от гуру блогов. Можно здесь соглашаться, можно нет. Но вот эти вот пять вещей, на которые стоит обратить внимание при создании своего блога, при создании текстов, на заголовок публикации. Считается, что хороший заголовок до 65 знаков. Ну, это примерно 5-7 слов, не больше. Длинный заголовок будет плохо индексироваться поисковыми системами, и лучше заголовок какой-то такой, знаете, что называется, в лоб. То есть, очень конкретный. То есть, из заголовка должно было сразу читать, либо быть понятным, о чем пойдет речь. Вот. Никаких витиеватостей, либо можете сделать под заголовок, там уже как-то более красиво обозначить. Ну, вот, если вы хотите, что вас читали, читали много, то, обращая внимание на заголовок, на первый абзац, лид, читается, что только половина читателей, собственно говоря, продолжают читать статью. Вторая половина читает первый абзац и сразу определяется, нужно ему читать статью или не нужно. Поэтому вот на лид, на первые два-три абзаца, вот, вступление, тоже обращая внимание, это как введение в тему, как такая аннотация. То есть, там какая-то интересная, завлекательная мысль. Мы подвешиваем читателя на крючок интереса, чтобы ему стало интереснее, он нажал дальше и пошел читать дальше. То есть, вот, тут такая интрига должна быть, и интересная информация, и увлекательная. Вот. Макет блога – это тоже очень важно. Шрифт, размер это касается. Вот, мой любимый, один из моих любимцев. Макет, то есть, размер шрифта, размеры вот подзаголовков, как хорошо членить текст на абзацы, это тоже важно, потому что простыня текста читается плохо. В интернет-текстах тут должно максимальное быть членение, буквально там два предложения уже абзац стал, потому что с экрана читать сложнее, чем из книги, согласитесь. Объем, много спрашивают, а вообще какие посты должны быть по объему. Тут каждый решает, на мой взгляд, самостоятельно. Есть, например, такая информация, почему-то, что вот лучше всего ищутся посты от 700 слов. Я не проверяла, вот, на самом деле, за этими цифрами, мне кажется, не знаю, на что они опирались. То есть, если есть что сказать, надо говорить. Я, например, сторонник длинных постов, я люблю писать длинные долго, может быть, это и недостаток мой, но вот мне нравятся большие объемные публикации, ничего не могу с этим поделать. Ну и, конечно, грамотность, я об этом уже говорила, если есть у вас ошибка в блоге, читатели ее непременно найдут. Поэтому, как всегда, сначала 10 раз проверим и только потом опубликуем. Вот подсказки, где можно проверять свою орфографию и пунктуацию. Тут на отдельном слайде у меня. Ну и отдельно про сервис Глафред, я о нем как-то уже говорила. Вот я, в основном, Глафред я использую для публикации ВКонтакте. Блог у меня такой более творческий, я там стараюсь его не ограничивать в стиле. А вот для постов, например, в социальных сетях, вот ВКонтакте, в Фейсбуке, можно попробовать Глафред. Он позволяет увидеть какие-то недочеты, орфографию, может быть, грамматику и так называемые стоп-слова, которые засоряют и не дают никакой информации. Вот красненьким он все тут выделил. С ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться, Глафред, я имею в виду. Но, в общем, для интереса можно попробовать. Он оценивает все тексты по 10-бальной шкале. Вот у меня тут значок 8 и 7, значит, неплохо написано. От 8 до 10 баллов считается очень хорошее качество текста. Ну и буквально несколько слов о социальных сетях для обмена медиа-контентом. Опять-таки, о чем-то я уже говорила в предыдущих вебинарах, например, о Ютубе. Он тоже уже отдельно оторвался от социальных сетей, хотя он тоже для общения ведь служит, по сути. Мы делимся своим медиа-контентом, нам дают комментарии, обратную связь, мы общаемся с пользователями, обсуждаем видеоролик. Почему нет? Кроме того, что здесь можно свои каналы создавать, загружать свои видео, создавать плейлисты, можно еще и создавать, вести онлайн-трансляции. Видео вы можете загружать с открытым доступом и с закрытым, только по ссылке, например, делиться с избранными пользователями. Например, многие библиотеки ведут свои Ютуб-каналы и создают много медиа-контента. Бук-трейлеры, видеоролики, различные спектакли, постановки и тому подобное. Их называют буктюберы. Красивым словом. Но онлайн-трансляция здесь похожа на Фейсбук. Нам нужно подключить веб-камеру, либо смартфон с камерой. Дальше определиться с возрастными ограничениями, для кого этот видеоролик. Ну и потом просто выходим в эфир и снимаем, и все это транслируется на Ютубе в режиме реального времени. Вот таким образом сейчас эти стриминги имеют очень большую популярность, огромное количество стримингов проходит. Так что можно, например, с библион ночью вести трансляцию. Почему нет? Про эти онлайн-платформы я имею такое слабое представление, чисто в теории, потому что на практике я ни Инстаграм, ни ТикТок не веду. Я просто несколько слов расскажу о них. А если у вас есть какая-то своя информация, можете в чате меня дополнить. Инстаграм – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями. Во время трансляции можно демонстрировать сырое рабочий стол. Вот в Фейсбуке можно, в Ютубе, по-моему, нет. Надо уточнить у Ютуба, честно говоря. По-моему, там только с веб-камерой идет трансляция со смартфона. Инстаграм. Видеоролики, фотографии. Можно фильтры применять, красивые фотографии делать и все это постить в сети. Как правило, это используется библиотеками для того, чтобы отчеты в мероприятиях предоставить. То есть какие-то интересные фотографии с мероприятий, с той же самой библион ночи, например. Либо какие-то интересные конкурсы, фотоконкурсы проводить в Инстаграме тоже можно. Что необычного можно заметить в Инстаграмах? Ну, например, библиотеки публикуют карточки с интересными запросами читателей. Ну, бывает же такое. Наверняка в каждой библиотеке есть список лукавых запросов. Их красиво оформляют на карточке и делают из них картинки и отправляют в Инстаграм. Вирусный контент получается. Опять-таки цитаты интересные. Вот такие фотоконкурсы, как на левой картинке, когда там свою голову представляем с обложкой книги. В единое целое. Очень популярные в последнее время. Опять-таки какие-то интересные находки, например, из редкого фонда фотографий, редких изданий, редких книг. Ну, собственно говоря, можно даже своего корпоративного персонажика создать. Вот на нижней картинке как раз такой герой. Это австралийская библиотека такого человечка в очечках, наподобие Гарри Поттера сделала. И он у них мелькает на фотографии как корпоративный герой. Тоже интересно. Он отвечает на вопросы читателей, привлекает внимание. С ним можно там побеседовать под фотографией. В общем, вот такая вот сеть. Инстаграм используется для учебных целей. Не обязательно это может быть вот такой развлекательный контент. Ну, вот сейчас я вам в чатик отправлю несколько ссылок. Вот, например, Инстаграм, опять-таки, шаховки, которые уже у нас сегодня упоминалось. И вот 10 Инстаграм-аккаунтов учителей с учительскими аккаунтами учебными. Ну, вот один из учительских аккаунтов вот такой, например. Называется он «Синие занавески». Не знаю, почему такое название. Но здесь разные интересные интересности. Здесь еще и учебные курсы есть, и материалы для уроков, и разный вирусный контент, типа, да, и списать, и тому подобное. То есть можно это вести и педагогу. Тут самое главное, интерес – это фотографии. Фотографии снимать, снимать, выкладывать. Я не большой любитель фотоснимков. Мне больше тексты нравятся, как филологу. Поэтому я вот Инстаграмом не занимаюсь, чисто вот в теории. Об это знаю вот так. Ой, ТикТок. Много спорят вообще. Для кого это сеть. Ну, естественно, для молодежи, понятно. Это изначально позиционировалось, как развлекательная сеть коротких видеороликов, которые пользователи загружают, снимают. ТикТокеры – это аудитория примерно от 14 лет и старше, ну, до 24 лет в основном. То есть вот вся молодежь, все подростки, они, скорее всего, живут в ТикТоке. Потому что когда я пришла работать в школу, в пятом классе меня дети спросили, есть ли у вас Инстаграм, есть ли у вас ТикТок. В общем, я их разочаровал. Зато я сказала, что я есть в Фейсбуке. Ну, чем может помочь ТикТок? Дело в том, что сейчас в ТикТоке стали появляться и образовательный контент. Вот, в частности, например, обучают подготовке к ЕГЭ по русскому языку с помощью ТикТока. Я вот вам ссылочку отправила. И вот я вам сейчас еще дам ТикТок библиотеки в чат. Это библиотеки Волгодонска позиционируют себя. Может, вы знаете еще какие-то примеры ТикТока. Маленькие видеоролики такие, еще Вайны раньше называли, с какими-то интересными фишечками. Там, в случае в библиотеке, может быть, съемки библиотечные. Ну, такие какие-то необычные вещи, снятые на камеру смартфона. Все это публикуется, распространяется, получается вот такой видеоконтент. Сейчас все больше и больше обучающих каналов появилось на ТикТоке, поэтому можно поискать, посмотреть на что-то, подписаться. Я пока немножко скептически отношусь к ТикТоку, пока всерьез его не воспринимаю, ну, хотя почему нет. Ну, вот библиотеки Волгодонска. По ссылочке, если откроете, там можно полюбопыствовать, походить, посмотреть. Уже в заключении, поскольку времени у нас уже много-много, ушло буквально несколько слов, собственно говоря, о создании видеоконтента. О фотографиях поговорили, о текстах поговорили, но еще о видеоконтенте. Считается тоже после фотографии, он на втором месте по своей вирусности, по привлекательности для аудитории. Есть пара сервисов, которые позиционируют себя как создание видеороликов. Один из них Canva, я уже о нем говорила, ну, в какой-то мере еще Crello. Вот еще парочку покажу. Сервис Lumen5, я на прошлом вебинаре о нем уже говорила. Это сервис, который позволяет создавать видеоролики на основе уже готовых публикаций в блоге. Достаточно ссылку добавить, и сервис за вас с помощью интеллекта своего создаст целый видеоролик небольшой. Дальше можно просто забить определенный текст, и с помощью картинок сервис тоже сделает такое видео. Ну и стандартный, просто загружаем фотографии и получаем слайд-шоу на выходе. Все очень просто. Ага, спасибо за подсказку, можно записывать все-таки. Будем иметь в виду, спасибо за комментарий. Как это все делается? Загружаем просто ссылку на пост. Вот я какой-то случайный пост добавила по ссылке. Дальше сервис из этого поста взял картинки, какие-то ключевые слова, заголовки, и на основе них создал вот такое слайд-шоу. Это можно все редактировать. То есть убирать тексты, добавлять свои картинки, загружать свои, время для каждого слайда свое выставить. То есть возможности для редактирования тут довольно большие. И после этого получается такое слайд-шоу в виде картинок. Если добавить любой текст, то сервис выберет из своего запаса какие-то картинки. У него тут есть гифки, маленькие видеоролики, и создаст, например, я помню чудное мгновение, он представил вот в таком виде, морском. Опять-таки это все можно отредактировать, убрать картинки, которые не нравятся, загрузить что-то свое. Все это можно озвучить голосом и музыкой. Здесь можно и голос, и музыку добавить. Так что у вас получится такой озвученный музыкальный видеоролик. Ну и стандартные опции уже подробно говорить не буду. Загружаем фотографии, озвучиваем, либо музыку добавляем. Получается слайд-шоу вот тоже из отдельных картинок. И второй сервис, который существует... Давайте я ссылочку отправлю на первый и на второй. И второй сервис, который существует, Adobe Spark. Это сервис, который существует в виде мобильного приложения, то есть можно редактировать прямо с мобильного устройства, и можно через онлайн-версию на компьютере тоже все сделать. Он точно так же, как и Canva, посмотрите, делает разный контент для социальных сетей. Здесь есть и презентации, и обложки для Фейсбука, Инстаграма, фотоколлаж, разные инфографики и тому подобное. В том числе слайд-шоу тоже делает. Здесь принцип какой? Загружаем фотографии на слайды, добавляем музыкальное сопровождение, выбираем оформление, пишем тексты, и после этого все у нас получается. Дополнительно на каждый слайд вы можете добавить картинку, видео и текст. Есть уже готовые шаблоны для оформления, тексты тут не форматируются, то есть как у шрифта предложен, таким и пользуемся. Но зато все очень быстро, просто и весело получается. Готовые видеоролики и там, и там можно скачать, можно загрузить на YouTube, можно поделиться в социальных сетях, естественно. Так что здесь, в принципе, вот еще два таких инструмента на вооружение. Adobe Spark называется. Если не видно название сервиса в презентации, если скачать, то можно посмотреть. Ну и заключение. Я уже упоминала в самом начале, что есть такие сервисы, которые позволяют курировать контент. Например, у вас есть огромное количество разных полезных ссылок, материалов, вы хотите их как-то структурировать, а еще хотите посмотреть, может быть, у кого-то есть похожие коллекции, что-то подобрать себе к своей коллекции. Для этого есть так называемые социальные закладки. Два сервиса абсолютно друг друга тублирующие, Pinterest и Pin.me. Pinterest это на английском, Pin.me на русском. Смысл примерно одинаковый. Вы собираете полезные ссылки, полезные материалы, собираете их в коллекции, которые называются доски. И этими досками можно делиться, их можно комментировать, можно подписываться на своих любимых авторов, находить какие-то интересности, и таким образом вот эту коллекцию держать перед собой. Хорошая вещь для курирования контента. Может быть, не для читателей, а чисто для себя. Собирать какую-то полезную информацию в одном месте и всегда иметь к ней доступ через интернет. Это возможно. Да, Adobe Spark. Спасибо. Написали. Ну и второй сервис немножко необычный. Pearl Tris. Он такой учебный. Его используют для учебных целей. Он тоже позволяет на доску собирать полезные информации. Спасибо за постелу. Надо будет попробовать. Тоже позволяет собирать интересную информацию. Ее можно использовать и для себя, и для того, чтобы делиться этой доской. Ну вот, например, доска по русскому языку. Здесь много разных заданий, викторин по этой теме. Можно собирать и сюда публиковать в одну большую коллекцию. До одного гигабайта здесь можно хранить свою информацию, делиться коллекциями, опять-таки, опубликовать и так далее. Более того, здесь можно еще подключать соавторов и совместную работу, организовать какую-то проектную деятельность, вместе сделать коллекцию сообща. Собственно, совместная работа во всех трех сервисах присутствует, так что можно ее как в качестве еще каких-то проектной деятельности использовать. Все эти три сервиса. Но это так уже вбегло. Если нужна информация, тут к каждому сервису у меня на слайде есть инструкции, примеры, так что можно к этим ссылкам вернуться, посмотреть еще раз внимательно и подробно. Все, большой сегодня вебинар, конечно. Много информации, хотелось обо всем рассказать, ничего не забыть. Если есть какие-то вопросы, я сейчас попробую открыть у нас чат, тут отдельный с вопросами. Есть ли смысл переезжать со странички в группу, созданную и той, и другой, но страница работает, а группа нет. Но это, на ваш взгляд, на ваше усмотрение. Если у вас страница работает, какой смысл переезжать в группу? Пусть работает страница. У меня изначально была создана страница, она не пошла, я переделала в группу, стало лучше. Поэтому вот из собственного опыта мне нравится группа. А кому-то страницы, все по-разному. Так что тут выбираем изначально, тут методом проб и ошибок во многом идем. Как только я создала группу, я не думала, что столько проблем возникнет, и по ходу их приходится решать, искать какие-то способы, экспериментировать, в общем, в большом количестве приходится. Спасибо вам большое за то, что пришли. Продолжение следует. Следующий вебинар у нас будет в 20-х числах июня. Я продолжу информацию, буду рассказывать про акции сетевые в социальных сетях, как и что можно сделать с помощью социальных сетей. Конкурсы, викторины, проекты сетевые в том числе. Вроде на все вопросы ответила. Спасибо большое за добрые слова, спасибо за внимание. Жду на последний вебинар в этом учебном году в конце июня. Всего доброго.